Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем вязать новогоднюю полосатую шапку Санты. Шапочка очень мягкая, теплая и отлично подойдет для ваших зимних фотосессий. Присоединяйтесь! Для вязания шапочки я взяла пряжу Alize Lana Gold. Часто уже вязала из этой пряжи такие шапки. 51% акрила, 49% шерсти. Красный цвет номер 56, как раз такой классический красный цвет, который подходит для вязания шапочек Санты. Белый цвет это номер 55. И круговые спицы на тросике номер 3. И как обычно перед тем, как начать вязать шапочку, нужно связать образец и измерить свое плотность вязания. То есть сколько у вас в одном сантиметре помещается петелечек. И также нам понадобится измерить объем головы, на которую мы будем вязать нашу шапочку. Объем головы измеряется от лба до затылка по кругу. Например, у вас получится объем головы 50 см, а в одном сантиметре у вас 2 петельки. Мы умножаем 50 на 2 и получается, что нам нужно набрать для вязания шапки 100 петель, плюс 1 петлю для соединения в круг. А если желаете, чтобы шапочка на голове сидела поплотнее, то можете отнять от объема головы 2 см и конечно же убрать несколько петелечек. Например, в 2 см у вас будет 4 петли, то есть от общего количества, которое нужно вам набрать по вашим расчетам, отнимите 4 петли. И начинаем вязание. Оставляем обязательно большой хвостик, здесь у меня примерно 2 метра. Его должно хватить для того, чтобы набрать нужное количество петель и потом пришить от ворот шапки к самой шапке. Я буду вязать на объем головы 52 см и мне нужно набрать 100 петель. Набираю петелечки на 2 спицы обычным способом. Если не умеете набирать петелечки, то перейдите по ссылочке и посмотрите, как это делать. И также еще хочу сообщить, что я наберу дополнительную 1 петелечку для того, чтобы соединить вязание в круг. Как соединять вязание в круговое? Также я показывала, перейдите по ссылочке и посмотрите. Если у вас такой же длинный тросик, как у меня, то для того, чтобы соединить в круг, где-то посередине петель вот так вот вытаскиваете тросик. Вот что получается. И теперь можно соединить вязание в круг. Вешаем счетчик рядов и вяжем первый ряд резиночкой 2х2. Если желаете, можете связать любую другую резиночку, которая вам нравится. Вяжется резинка 2х2 просто. Сначала вяжем 2 лицевые петли. Потом 2 изнаночные петельки. Одна, вторая. Дальше снова 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом вяжем до конца ряда. Когда вы добрались до места, где у вас петля из тросика, то мы вот так вот эту спицу оставляем, а правую спицу вытягиваем. Теперь все петельки на левой спице и на тросике. С правой стороны у нас будет такая петля из тросика. И продолжаем вязание. Провязали первый ряд. И теперь вяжем второй рядочек опять же резиночкой 2х2. Итак, мы будем вязать постоянно по кругу, поднимаясь вверх. Ширину нашей резиночки мы можем делать любую. Хотите, делайте отворот. Хотите, делайте шапочку без отворота. А просто по прямой свяжите, например, 7 см. в резинке. И дальше вяжите уже красным цветом. Я буду сейчас вязать шапочку с отворотом, поэтому для резиночки свяжу 38 рядов. Провязали 38 рядочков и получилась вот такая вот резиночка. Если вы хоть раз вязали шапочку по кругу, резинку по кругу, то знайте, что с изнаночной стороны, вот смотрите, показываю, резинка выглядит немножко по-другому. Вот лицевая часть вверху, а вот здесь, где изгиб, изнаночная сторона. Разница, конечно же, видна. И если мы сделаем вот такой вот отворот, то будет у нас вся изнанка, получается, на лицевой стороне. Чтобы этого избежать, мы сделаем вот что. Мы перевернем наше вязание вот так вот. И вот эту часть опустим вниз. Другими словами, просто выворачиваем вот таким образом. И дальше будем продолжать вязание вверх. И когда мы вот так вот сделаем отворот, то теперь уже у нас везде из внутренней стороны и с внешней стороны красивая резиночка. После того, как мы перевернули изделие, рабочая нить у нас оказалась возле левой спицы. Видите, раньше, когда мы вязали, она была постоянно возле правой спицы. Вот так вот. Если вы хоть раз делали вот такую процедуру, так сказать, как я сейчас делаю, то знайте, что если начать сейчас вязать и провязать один ряд, потом начать второй ряд, то здесь будет такая большая дырка. Чтобы не было этой дырочки, мы с вами сделаем на правую спицу накид один. Вот таким образом. И дальше будем вязать два рядочка лицевыми петелечками. Это будет 39 и 40 ряд. Вот я довязываю последние две петли 39 рядочка. И здесь у меня уже счетчик рядов. Я его убираю. И смотрите, вот мой накид и следующая петля. Чтобы здесь не было дырочки, вот смотрите, если сейчас его провязать, просто накид, например, видите, какая большая дырка. Даже если я провяжу вот эти две петельки, то будет дырка. Так вот, чтобы не было этой дырочки, мы с вами сделаем вот что. Мы одну петлю, последнюю, которую провязали, обратно распускаем. И теперь вводим нашу правую спицу в этот накид сначала, справа налево и потом в эту петлю последнюю. Провязываем лицевой. Этот накид перекрывает эту петелечку, то есть ложится поверх нее. И дырочка чуть-чуть закрывается. Дальше мы обратно вешаем на счетчик рядов. Это будет у нас 40 ряд уже. И еще один рядочек провязываем лицевыми петелечками. Довязываю этот рядочек. И вот уже переставляем счетчик рядов на 41 ряд. И смотрите, что получилось. В месте, где у нас был накид, уже нету никакой дырочки. И когда мы вот так вот сделаем отворот, то у нас будет красивая резиночка на лицевой стороне. Потом мы этот отворот прищем вот за этот лицевой ряд первый. Вот так вот. А изнаночная сторона, она спрячется вся внутри. Дальше вяжем по прямой красным цветом. Белую ниточку просто оставляем. Берем пряжу красного цвета. И вяжем 5 рядочков красным цветом. У меня полосочки будут шириной 2 см. А в 2 см получается 5 рядочков. Если желаете, можете сделать пошире полосочки ваши. Или же можете просто связать шапочку полностью красным цветом дальше. И также перейдите, пожалуйста, по ссылочке. И посмотрите, как сделать смену нити. Смену цвета нити в этих местах, вот в начале ряда. Чтобы не было у вас ступенек. Чтобы ваши полосочки на шапке были ровненькие, красивые. И дальше нам нужно вязать шапочку по прямой. Как и при вязании любой шапки, нужно провязать несколько сантиметров просто вот так по прямой. И как же узнать, сколько сантиметров нужно провязать. Какая должна быть высота этого прямого полотна. Нужно измерить расстояние от макушки головы до лба. Там, где у вас линия бровей. Также можете зайти в интернет, вбить в поиск высота шапки. Будут разные таблицы. И для разного возраста указано в таблицах, сколько нужно по прямой провязывать вот эту высоту шапочки. И также не забывайте, что резиночка входит в эту высоту шапки. То есть, если у вас высота 30 сантиметров, допустим, резинка 7 сантиметров. То значит, что вам осталось провязать 23 сантиметра по прямой. Вот я провязала на нужную мне высоту просто по прямой. И теперь нужно делать убавки для того, чтобы формировать шапочку колпак. Есть разные шапочки колпак, которые сильно заужены. И знаете, здесь такой худенький вот этот колпачок получается. Есть шапочки, которые более вот такие широкие. Вы можете сделать выкройку в полный рост шапки. Например, вот объем головы 50 сантиметров. Вы берете большой лист бумаги. Вот эту линию делаете. Половину вашего объема 25 сантиметров. Эту схемку я нарисовала просто для примера. Высота вашей резинки, например, 7 сантиметров. Плюс 23 сантиметра высота шапки. В итоге по прямой вы вяжете 30 сантиметров. Дальше вы решаете, какая же у вас будет длина шапочки без помпона. И прямо на вашей выкройке в полный рост. Вот такую делаете по центру линию. Например, 70 сантиметров она будет у вас. Вот здесь можете провести линию такую же, как у меня. До этого места мы вязали по прямой. А с этой точки, с этих двух точек будем уже сужать шапочку. Можете нарисовать линиями, какие вы хотите делать убавки. Насколько у вас будет сильно вот здесь вот вогнута эта линия. Хотите, сделайте еще вот так вот сюда линию нарисуйте. Он еще будет уже ваш колпачок. И дальше вы вяжете, прикладываете к своей выкройке шапочку. И будете видеть, где же вам нужно делать убавки. Вот провязали немножко, сделали убавки. Опять положили на выкройку шапочку. Видите, что опять у вас идет сужение. Опять, значит, нужно там в каком-то рядочке сделать убавку. Такая выкройка поможет связать первую шапочку тем, кто еще ни разу не вязал шапочку колпак. В самом конце шапочки на выкройке вы можете нарисовать вот такую линию, чтобы у вас, вот например, красные линии, у вас они не сходились вот так в одной точке. Не был вот такой треугольничек. А был немножко вот здесь вот такой тупой уголочек. Если вы будете сужать до той прямой линии, вот тупой уголочек, то потом, когда вы все стянете, у вас в конце шапочки вот такие будут как бы складочки. Видите? А если вы будете сужать вот так вот, сделав треугольничек такой острый, то вот ваша шапочка заканчивается, будет таким острым треугольничком. Лично мне нравится, когда шапочка в конце имеет вот такие вот складочки, а здесь в конце уже крепится помпончик. Я буду делать в своей шапочке убавки в каждой второй полосе, вот цветной полосе, например, буду сейчас вязать красную полосу, второй ряд, и в нем буду вязать убавки. Делю шапочку на 4 части по 25 петель, у меня 100 петель всего. Провязываю, вот 20 провязала петель, 21, 22, 23, а 24 и 25 провязываю их вместе. Дальше снова провязываю 23 петли лицевыми, а 24 и 25 вместе, и так до конца ряда. В следующей белой полосе мы также будем делать убавки во втором ряду, и мы их будем делать, ориентируясь на убавки в красной полосе. Поэтому, если вы не видите, где у вас были убавки в красной полосе, зрительно, вам, возможно, трудно увидеть, то повесьте вот так вот маркеры в эти две петельки, которые вы провязали вместе. И всего я повесила 4 маркера. Следующие убавки я буду делать в следующей белой полосе во втором ряду, и буду делать эту убавочку между маркерами, что имею ввиду, вот правый маркер, вот левый, где-то вот посерединке, вот эти две петли центральные, нужно провязать две в одну. Провязываем с наклоном вправо две петли, и этот маркер, что у нас с правой стороны, перевешиваем сюда вот. Если вы видите, где у вас убавки без маркеров, то можете ими не пользоваться. Довязываем до следующих двух маркеров, и опять же смотрим, где у нас центр, примерно вот эти две петельки, также нужно провязать две в одну. И таким образом, в каждом пролете между маркерами, нужно провязать две петли центральные в одну. Опять получается 4 убавки в рядочке. Потом снова, когда будем вязать красную полосу, мы опять будем делать убавки в красной полосе, вот здесь вот, между маркерами. Делая убавки таким образом, наш колпак постепенно, равномерно, вот так вот будет сужаться. Ориентируйтесь уже на вашу выкройку, сколько нужно делать вам убавок, и в каком ряду. Возможно, вам нужно не 4 убавки делать, а 5 или 6. Это уже индивидуально, так как у нас с вами могут быть разные колпаки. Плюс у нас с вами может быть пряжа разная, разная толщина спиц, разная плотность вязания, поэтому все расчеты делайте под себя. Примерно в этом месте я перешла на чулочные спицы, взяла 3 спицы, потому что уже на круговых спицах мне неудобно было вязать. И вот я вяжу сейчас последнюю белую полосу, последний, пятый рядочек. Довязываю четвертый рядочек, снимаю счетчик. И этот рядочек пятый провязываю следующим образом. Первые две петельки мы провязываем лицевой, дальше две в одну. Дальше снова две лицевыми, следующие две в одну. И так через каждые две петли мы провязываем две в одну. Провязали и теперь оставляем сантиметров 40 белой ниточки и обрезаем ее. Эту ниточку мы протянули в иголку и теперь на эту нитку нам нужно снять все петельки, которые у нас на спицах. Снимаем последнюю петлю со спицы и теперь вводим иголочку еще в первые две петли, которые мы снимали. Протягиваем ее. Дальше мы выводим иголочку на изнаночную сторону. Вот таким образом можно поступить. И стягиваем нашу шапочку. Теперь делаем помпончик. Как его делать, перейдите пожалуйста по ссылочке и посмотрите. Берем крючок и затягиваем эти ниточки, на которых висит наш помпончик, внутрь шапки. Выворачиваем шапочку. Хорошо натягиваем наш помпончик и теперь эти ниточки мы под арки крючком 1,75. Просто поддеваем под арки из петелек последних, которые мы одевали на иголочку. Вот сюда протянули. И вторую также. Захватывайте под несколько арок, под 3-4. И теперь просто завязываем хорошенечко в узелок. И потом эти две ниточки завязываем в узелок с одной ниточкой. Когда почувствуете, что уже крепко ваш узелок завязан, ниточки можете спрятать под арочки, кончики протянуть несколько раз, сантиметров на 3-4. И ниточки обрезать. После того, как вы попрятали все кончики внутри вашей шапочки, вот этот длинный хвостик, который мы оставляли при наборе петель, мы одеваем в иголочку и будем пришивать наш отворот. И смотрите, лицевые дорожки, вот они, соответствуют изнаночной дорожке, что на изнаночной стороне. То есть мы должны вот так вот наложить их друг на дружку. А изнаночная дорожка соответствует лицевой дорожке. Отворот можно пришивать за эти дужечки в изнаночных дорожках и, соответственно, за вот эти в лицевых дорожках. Это последний ряд резинки 2х2. Или же можно его пришить просто под вот так вот, таким образом, под две дужечки второго или первого лицевого ряда. И вот такими стежочками короткими мы будем пришивать наш отворот. Пришили хорошенечко отворот, все кончики попрятали. И теперь осталось только отпарить паром нашу шапочку при температуре, которую указал производитель на этикетке. Все, шапочка готова. Желаю вам всем ровных петелек. До встречи, пока-пока! Будь щедрым, поделись этим видео. Такая шапка нужна всем.